Важный принцип Что их интересует, этих интересует мяч, этих скакалка, этих интересует машина, этих куклы и так далее. Это естественно. И мы должны в соответствии с этим и выбирать и примеры, и группы набирать мальчиков отдельно, девочек отдельно, но одновременно с этим вместе помогать им общаться. То есть после того, как они индивидуально занимаются, отдельно мальчики, отдельно девочки, должны быть прописаны и какие-то их общие все-таки собрания, занятия, обсуждения. Даже в принципе знакомства, изучения, а кто же эти и кто же эти. Конечно, в определенной мере. Но это должно быть. То есть мы должны им помогать видеть мир в его гармонии, взаимодополнении. А с какого возраста? То есть это что, с трех лет буквально должны быть мероприятия, где и мальчики, и девочки вместе что-то делают? Нет, я не думаю, что это еще возможно. Но где-то начиная 6-7-8 лет, это уже возраст, где они начинают оценивать, присматриваться так на противоположный пол. Не как на пол, конечно, а на что-то нечто иное. С иными запросами, с иным характером, иным восприятием, отношением к жизни. Тем более, если я говорю 6-7-8 лет, я говорю о детях, которые уже 2-3, а то и 4 года, может быть, находились в нашей системе. То есть это уже дети, которые в 6 лет, я думаю, что наш ребенок, он развит, как в обычном мире ребенок в 12-13 лет. Где-то обязательно, как минимум, он рассуждает, понимает, ощущает, знает о природе, о себе намного больше, чем на 5-6 лет его старший сверстник. Так что я думаю, что где-то 7-8 лет, это уже надо их вместе каким-то образом иногда объединять их группы, чтобы они как-то взаимодействовали в каких-то играх, в каких-то обсуждениях. Самое главное в обсуждениях. Потому что, в принципе, и мы видим это, что самое для детей, мы все-таки человек говорящий по своей природе, не действующий, а говорящий. У нас все проходит через разговор, или сами с собой, или с другими. Если я могу выразить мысль в себе или вслух, значит, я ее понимаю, я ее осознаю. Если я ее слышу, значит, я действительно ее слышу. То есть я ее воспринимаю, она у меня откладывается внутри, на мое сознание. То есть вот это выражение и восприятие, то есть input-output, они очень важны. И здесь они должны начинать контактировать между собой и понимать, что есть другие входы-выходы, чем у них. Другой взгляд, может быть, на мир, другая вообще парадигма, другой смысл, может быть, другое восприятие. Потому что, в принципе, разница огромная между мужчинами и женщинами. Мы этого не понимаем, мы это нивелируем, нам так проще формальнее относиться друг к другу. И поэтому мы не воспринимаем и не понимаем противоположного пола. И в этом практически тоже причина больших проблем и страданий людей. Так что я думаю, что именно с этого времени уже надо закладывать в них основы правильного взаимодействия. Что есть кроме тебя вот нечто противоположное тебе, которое думает по-другому. И это природа. И она воспринимает все по-другому. И ты должен с этим считаться и понимать. И это не переделаешь, как ты не можешь переделать себя и так далее. То есть вот такое вот инстинктивное, постепенное воспитание, оно входит в человека естественным образом, когда ему говорят, что это так в жизни. Это вот, а это так, а это так. В нем это закладывается как инстинкт, это становится второй натурой, как привычка. Как любые заложенные в детстве в нас даже самые глупые данные, мы с ними все-таки продолжаем жить. И подсознательно мы их принимаем во внимание, мы не можем от них никак избавиться. Так вот, здесь мы говорим уже не о таких данных, а о правильном, осознанном включении действительно в... Ну, это социум, это уже взаимодействие с противоположным полом, понимание, что есть нечто отличное от тебя. Это очень важно для того, чтобы вообще начать понимать и других. Потому что мальчик-мальчика воспринимает очень механически. А когда начинает ему объяснять, что девочка воспринимает мир по-другому, и не так, как ты, и так далее, то тут в нем происходит формирование нового образа в себе, который он должен интегрировать, он должен его каким-то образом совместить со своим представлением о мире, понимать, что есть еще и второе представление. И как бы внутри себя найти место и для этого второго образа. Если мы сделаем так, что наравне с образом мужчины, в нем же будет образ, внутри него будет образ женщины, тогда он сможет во всех случаях жизни правильно взаимодействовать. И с женщинами, то есть и с семьей, и с матерью, и с отцом, он поймет и взаимоотношения, и так далее, и со своими детьми. Мы избавимся при этом от очень многих проблем, которые возникают у нас в обществе между полами, и причем не на полами имеется в виду и родители с детьми, и перекрестным образом там всяким, и так далее. И кроме того, мы еще вообще научим человека к тому, что он может внутри себя формировать дополнительные образы, которые не только я, а остальное все вокруг, чтобы я использовал, а имеют право такое же на существование, как он сам. Это очень важная проблема. Я думаю, что она именно может начать решаться с тем, что мы будем вот эти группы мальчиков и девочек изредка совмещать между собой и вызывать между ними всевозможные обсуждения, дискуссии, может быть, споры и решения, показывать, может быть, в виде каких-то фильмов мир с точки зрения девочки, с точки зрения мальчика. И невозможно эти две картины совместить, а только понять, что существует и другое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok